Как найти баланс между личной волей и природным течением жизни? Мне приснился сон. Меня попросили пересесть на заднее сидение. Вот ибо не я буду везти машину, а наняли нового водителя. Так странно, в голове мысль, им лучше знать, кто будет водителем. Вспомнилось, как отец иногда предлагал пересесть назад, и как я всегда упрямилась, прежде чем выполнить его требования. И так я на заднем сидении и думаю, кого же они выбрали своим водителем. Смотрю вверх и вижу громадную грудную клетку. Вы понимаете, что это все во сне? Нежность исходила из ее глубины. Машина поехала и влилась в общий поток. Мне показалось, что я любима. Вот это бы любовь отца направляла мою жизнь. И что это направляемое бытие имело мою форму. Мне нравится так жить. Но временами подобное состояние мне кажется слишком пассивным. Так как я позволяю событиям происходить без сопротивления. Бывают периоды, когда я думаю, что должна сама создавать реалии своей жизни и отвечать за них, а не безвольно плыть, как во сне. Вопрос такой. С одной стороны, мы наделены собственной волей, а с другой стороны, существует мнение, что мы должны быть направляемы чем-то, в том числе и источником жизни. Интересно, как установить баланс. Да, спасибо. Живя в согласии с настоящим, ваша воля встраивается в один ряд с волей универсума. Можете назвать ее волей Бога. Таким образом, у вас как бы и нет своей отдельной воли. Отдельная воля стремится расширить, укрепить чувство собственного «я», защитить его. Защитить в смысле обезопасить. Сделать «я» значительнее, более особым, отличным от других. Отдельной волей озабочен и «я», эго. Божественное единое сознание проходит очередной этап своей эволюции. И то, чем мы занимаемся здесь, это пытаемся согласовать себя с ним. Несопротивление бытию жизненно необходимо. Поскольку, сопротивляясь настоящему, вы оказываетесь уловленными маленькой эгоистичной волей. Воля эго должна сдаться, безоговорочно принять настоящее, то, что есть. С позиции воли эго, всегда хотящего что-то, состояние, когда вы целиком встраиваете себя в то, что есть, и не сопротивляетесь происходящему, воспринимается как слабость и ошибочно может быть расценено, как препятствие к эффективному отреагированию. Однако приятие того, что есть, целиком совместимо с ответами на вызовы настоящего, ожидающего от нас активных действий. Чтобы быть в согласии с настоящим, сначала нужно принять текущий момент времени, какую бы непривычную форму он ни принимал. Единый, единственный момент настоящего. Например, когда вы заболели, вы не ходите вокруг да около, повторяя, «я должен принять тот факт, что я заболел». Нет. Это все концептуализация, творение истории. Речь не о том, чтобы принять историю. Принять нужно момент настоящего, таким, каков он есть. И не столько болезнь, как название, сколько свое состояние, свое физическое самочувствие. Оно может быть болезненным, сопровождаться слабостью, неспособностью действовать, дискомфортом и так далее. На деле вы принимаете момент настоящего, таким, каков он есть. Или возьмем внешнюю ситуацию. Например, вы застряли в грязи. Ну ладно, застрял. Надо принять себя такого, как есть. Не суетиться, а принять то, что есть. Настоящий момент таков, каков он есть. И ничего с этим не поделаешь. И это надо принять. Воля, которая начнет проявлять себя в действии, больше не является волей эго. Если вы не приняли настоящее, ваша воля начинает воевать с универсумом. Обычное занятие для эго – негативность, борьба. И это должно идти не так. Если действуете из негативности, вы в ловушке эго. Маленькая воля «я» борется с тем, что есть. Жалуется, обвиняет, отрицает. Любыми способами уклоняется от настоящего. Малая воля должна уступить могущественной воле, которой уже не вы. Не вы, как ограниченная форма. Могущественная воля наполняет вас и принимается улаживать ситуацию. Эта могучая воля – нечто отличное от так называемой силы воли. Она не изолирует себя от целого. Она едина с ним. Когда она действует, по-другому это можно назвать проявлением разумности. Вы наблюдаете за ситуацией, целиком принимаете таковость настоящего. Конечно, как-то надо действовать. Когда присутствует открытость, происходит приятие. Следующий шаг по вытаскиванию себя из грязи будет наполнен силой. Никакой борьбы. Мощное правильное действие. Естественное правильное действие проистекает из правильного состояния сознания. В другом состоянии сознания невозможно вырастить правильное действие. Нужно выйти из эго, прежде чем родиться правильное действие. Видимо, Бунда под правильным действием подразумевал то, что рождается в пробужденном состоянии сознания. Даже незначительная капитуляция маленькой воли означает «да» настоящему. Не нужно великих совершений, вроде «я тотально отрекаюсь от своей воли». Нет. Просто примите то, что есть, потому что оно в любом случае уже таково. К чему жаловаться на то, что есть? Безумно, но нормально. Не принимайте лично в свой адрес. В данном случае «нормально» значит «безумно». Эгоистическая воля должна сдаться, перестать жаловаться и встроиться в один ряд с происходящим, с людьми, с ситуацией. То, что уже есть, таково, каким оно уже есть. Неизбежность бытия. Подружиться с ним означает стать более разумным. Интеллектуальность не есть истинная разумность. Она очень ограниченная разумность. Человек с высоким коэффициентом интеллекта может быть абсолютно дисфункциональным в жизни. Безоговорочное приятие настоящего и приходит другая энергия. Можете назвать это волей универсума, разумностью, творческим решением или еще как-нибудь. Проблема, ситуация и приходит сила более могущественная, чем сила ума. Приходят правильные слова, которые требуют данной ситуации. Откуда они приходят? Вы не знаете, что скажете дальше, но слова приходят сами с глубокого уровня. Разумность использует ваш ум как инструмент, как проводник. Не нужно создавать, надо позволять. Это и будет создавать. Да, вы и универсум, превосходящие вас целы, становитесь единым. И творение форм происходит посредством вас. В этом красота. Выходит, мысль ничего не значит. Но вы не можете создавать, используя мышление, если вы не мысль. Не имеющие формы, входя в этот мир, обретает форму. В большинстве случаев человек в непробужденном состоянии сознания перегружен повторяющимися мыслями. Они обусловлены нашим прошлым. Они отсылают вас к тому, что вы накопили в своем прошлом. И вы будете взаимодействовать с настоящим из-за обусловленности прошлым. Безоговорочное приятие настоящего открывает ваш ум. Он может быть теперь использован как инструмент. Могут прийти оригинальные свежие мысли. Потому что происходит рождение формы. Рождение формы может предшествовать рождение мысли. Универсум использует вас как транспорт, как канал. Условность языка предполагает, что вы и единое сознание разделены. Но это всего лишь слова. Станьте целостным. Используйте ум. Возникают мысли, становятся словами. Слова притворяются в физические объекты. Таков путь, когда ум приносит пользу. Инструмент. Союзник великой разумности, единого сознания. А все начинается с настоящего. И с ваших с ним отношений, так сказать. Друг или враг. Позволяете или боретесь, сопротивляетесь. Здесь конец эго. Эго не может без сопротивления. Оно выживает за счет жалоб, отвержений, постоянных желаний. Настоящий хороший учитель. Работайте с тем, что есть. Это все, в чем вы действительно нуждаетесь. Постепенно маленькая воля подойдет к концу. В конце концов, она не обладает собственной силой. И все, что она создает, порождает новые проблемы. Кажется так просто. Но на деле и есть так просто. Многовековые привычки поведения. Иногда люди говорят. О, это так трудно. Пребывать в настоящем и позволять ему быть. На деле как раз сложнее и противоположное. Жизнь становится труднее, если вы не... Не в настоящем и не позволяете ему быть. Принятие настоящего. Что мы должны принять? Форму настоящего момента. Не более. Вы наблюдаете. Вы неразумны, пока это не произошло. Недействительно разумны. Принятый момент времени превращается в пространство. Вы смотрите не глазами, а непосредственно восприятием. Это разумность. Это тишина. Вы не думаете о том, на что смотрите. Вы там своим вниманием. Это разумность. И тогда рождается действие, если оно необходимо. Если целостность того требует. Порой удерживание пространства присутствия в настоящем, в трудной ситуации, единственное, что можно сделать. Удерживание пребывания в настоящем активирует другие факторы, которые, кажется, приходят снаружи и меняют ситуацию. Вы активируете разум целого, который не обязательно проявится затем через данную форму. Могут начаться мистические события или неожиданно подворачивается счастливый случай. Приходит нужный человек. Возникает удачное обстоятельство. Почти чудо. Это выглядит чудом, поскольку люди не привыкли к подобным взаимодействиям. Когда вы в настоящем, перемены не обязательно происходят посредством ваших действий. Часто ситуация настолько сложна, что в данный момент ничего нельзя сделать, кроме как принять то, что есть. Однако мы можем продолжать пребывать в настоящем, с пробужденным вниманием и во внутренней тишине и принимать неизбежность настоящего. Затем великая разумность активизируется. Наблюдайте, что будет происходить. Ситуация начнет меняться за счет факторов, которые вы не планировали и не предвидели. Великая разумность не концептуальный феномен. Ее нельзя измерить наподобие IQ-теста. Концептуальная разумность это способность к анализу, к добыванию информации, умении сравнивать. IQ-тест – крошечный фрагмент жестко ограниченной разумности. Но обширность неконцептуальной разумности проявляет себя в творчестве. Наше предназначение жить творчески и превратить жизнь в объект искусства. Эго даже не пытается быть творческим. Все по-настоящему созидательное несет в себе искру жизненности, свежесть, новизну. Неважно, в какой области. Даже математическая форма Лейнштейна – красота, жизненные силы. Люди восхищены. Вау, как это у него получилось. Верно, он долго размышлял. Но также долго он пребывал в состоянии недумания. Эйнштейн был мастером просто быть. Он не идентифицировал себя с непрекращающимся мышлением. Он подолгу пребывал в состоянии просто бытия. Продолжительные прогулки на природе. Периоды отдыха. Таким способом он подключался к неконцептуальной разумности. К тишине. Внутренняя пробужденная тишина. Каждый имеет это в качестве своей глубины сущности. Подключитесь к ней. Войдите с ней в контакт. И это подлинная разумность. Ее не измерить IQ-тестом. Если у вас неважный IQ, он может быть улучшен, если вы подключитесь к неконцептуальной разумности. Про себя могу сказать, что никогда не имел высокий IQ. Не имею и сейчас. Я справляюсь только с элементарными тестами. Мой мозг работает другим образом. Часто человеку дают задания на выявление творческих способностей. Я где-то читал, в одной школе предлагался такой вопрос. Что вы можете сделать из простого кирпича? Ответы разных учеников показывали, что один может из кирпича сделать больше, чем другой. Но это лишь начало. Крошечный фрагмент созидательности. В пределе она не поддается измерению. Невозможно. Она слишком обширна. Но вы можете видеть ее проявление по результату творчества или по тому, какая эманация идет от человека. Даже если ничего не было произведено на свет, тоже хорошо. Жизнь не зависит от того, что вы создаете. Бытие прежде вашей окружающей эффективности. Итак, точкой доступа к разумности является принятие настоящего. Простое несопротивление тому, что есть. Если вы принимаете форму, в которой облекается настоящий момент, какой бы она ни была, внешнее, люди, события или внутреннее, эмоции, через принятие формы настоящего, вы открываетесь не имеющему формы. Но если вы сопротивляетесь форме, которую принимает настоящий момент времени, вы все глубже погружаетесь в свою идентификацию с формой, которая сутег. Сопротивляясь форме, вы все более улавливаетесь в формы. Часто форма настоящего выглядит как ограничение вашей жизни. Нечто покушается на мою свободу. Даже транспортная пробка может выглядеть покушением. Я хочу туда, а меня не пускают. Пустяковый пример. Есть много чего, что накладывает ограничения на нашу жизнь. Болезни хотя бы, невозможность двигаться и прочее. И снова, если вы принимаете, даже если ужасны, иногда случаются чудовищные вещи, но если вы умеете отнестись к ним, как к пробке на дороге, и сказать «так есть». Заметите расширение пространства вашей жизни. Дополнительное место быть. Вы больше не сопротивляющееся существу. Вы говорите «так есть» и рождается пространство. Вы позволяете быть. Позволение и есть пространство. Неожиданно вы понимаете, что вы есть не имеющие формы пространства. Другими словами, мир, внутренний мир, тишина. Поначалу, как очень уязвимый фон. Внутри любой ситуации, которую вы принимаете, мир. Этот мир могущественен. Настолько, что может заслонить собой все ваше восприятие. Любую ситуацию сделать несубстанциональной. Любую проблему лишить материальности. Все превращается в мир. Интенсивность варьируется. Мир не имеет формы у вас. И опять, вы принимаете форму, и бесформенное в вас открывается. Выглядящие плохим, разного рода ограничения, становятся способом реализации того, кем вы являетесь на самом деле. Принимая формное, вам открывается доступ к бесформному. Сопротивляясь форме настоящего момента, вы глубже влавливаетесь в свою идентификацию с формой, сопротивляющейся, жалующейся сущность. Крест распятия архетипический символ. Крест орицетворяет собой ограничение вашей жизни. Крест – инструмент пытки, символ всего нехорошего. Но посредством безоговорочного приятия настоящего, раскрытые в объятии руки символ приятия, превращают инструмент пыток в нечто сакральное, открывающее собой пространство. Крест – инструмент пыток, в то же самое время символизирует измерение божественного. Все едино. Конечно же, дело во внутренней трансформации, которую приносит с собой практика приятия настоящего. Она превращает крест в сакральное. Божественное скрыто в каждой ситуации, неважно, как это выглядит внешне. Великая потаённая благодать, хотя, кажется, случилось что-то очень плохое. Нечто скрыто в глубине. Как найти тишину среди продолжительного страдания? Понятно, что в умиротворённой среде легче войти в состояние тишины. Но как быть тем, кто переживает продолжительную психологическую или физическую боль? Есть ли способ и в этих условиях находить внутреннюю тишину? Спасибо. Часто люди даже не слышали о возможности приятия того, что есть. Изрядная доля популяции планеты не осознаёт, что такая возможность существует принять ситуацию, которую мы считаем неприемлемой. Иногда такое случается спонтанно, когда совсем не остаётся сил терпеть боль, которая по большей своей части имеет психологический характер и является сопротивлением тому, что есть. И это ужасно. Последние три года своей жизни моя мать сильно мучилась. Иногда мне удавалось настроить её на внутреннюю тишину, но тут же она снова захватывалась умом. Девяносто процентов её страдания носило психологический характер. Да, тело перестало слушаться её, ей становилось всё труднее ходить, требовались специальные приспособления, зрение становилось всё хуже и хуже. Но сильной физической боли не было. Скорее дискомфорт, связанный с постепенной утратой способности двигаться самостоятельно. Само по себе такое неприятно, да и зрение утрачивало свою остроту. Но с этим можно продолжать жить. С чем нельзя было жить, так это с ненормально большой психологической болью, которая бессознательно репродуцировалась в ней. Моя мать жаловалась, что будет, если я окончательно осветну. Она проводила часы в ужасе от этой мысли и от другой. Что будет, если я совсем не смогу ходить, всё время буду лежать в постели, сама не смогу принимать ванну. Что будет, если такое случится? Кажется, всё к этому идёт. Огромное страдание. Раз от раза я повторял, что этого нет, что то, что есть, это настоящий момент времени, это сейчас. Ненадолго она понимала и была свободна от выстраивания перспективы, что будет, если ухудшение самочувствия продолжится. Другим источником моё страдания был её внешний вид. Она сильно идентифицировала себя с ним. Что будут говорить люди, когда увидят меня на костылях? Это ужасно для человека, который всю жизнь прожил в зависимости от чужого мнения. Её дни были буквально снедаемы психологическим страданием. Таким образом, чаще всего страдание состоит из эмоциональной боя психологической, продуцируемой бессознательной деятельностью ума и действительно физической, проявляющейся в форме экстремального дискомфорта или немощи. Суть моего послания в том, что существует способ выйти из-за предела ненужного страдания. Вернее, следовало бы сказать, можно выйти из-за предела страданий вообще, поскольку страдание, в том смысле, в каком мы используем этот термин здесь, есть умом создаваемая надстройка над тем, что есть. Почему бы не освободиться от этого багажа? Но не каждый готов услышать. Те, кто слышат, проникают к сути духовного послания, но не все еще открыты ему. А некоторым оно даже и не нужно. С ними пробуждение может произойти спонтанным образом, как в свое время случилось со мной. Психологическое страдание было настолько сильным, что я был вынужден выскочить из него, иначе я бы убил себя. Во мне назрела острая необходимость выйти, и великая глубинная разумность, которая за пределами нашего понимания, проделала это со мной. В ту ночь я бессознательно вышел. Я не мог жить с самим собой, но тот, с кем я был несчастлив, была это умом сконструированная надстройка. В бедных странах встречаются люди, которые не посещали никаких семинаров, никогда не читали спиритуальных книг, не вступали в общение с духовными учителями, разве что со служителями традиционных культов данного региона. В большинстве случаев весьма формальная вещь. И тем не менее, иногда вы встречаете людей, возможно даже попрошаек, которые вышли за пределы страданий. Вы видите свет жизни, сияющий в их глазах. Тело может чувствовать себя плохо, но они научились внутренне принимать таковость настоящего. Не каждый к этому готов, но кто готов, с тем происходит. Спонтанно или с помощью так называемых духовных наставников. В сущности, не имеет значения. Если вы готовы, с вами происходит. Неожиданно вы видите, как говорил Будда, конец страдания. Учение Будды имеет целью подвести человека к прекращению страданий. Но и тогда, и сейчас не каждый способен услышать. Миллионы людей никогда не слышали о возможности прекратить страдания и никогда не размышляли на эту тему. А люди берут духовные книги, неважно какие, например, села настоящего, либо какую-нибудь другую. Кто-то прислал им со словами, ты обязательно должен прочитать, это так нужно тебе, друг, родственник, родители детям, дети родителям. Получатель открывает книгу «Что за ерунда?» Для него она не имеет смысла. В лучшем случае он отправит ее пылиться на книжную полку. Бывает, не в шутку рассердится, если яга сильно в нем. Он никогда не ассоциирует страдания с эко. Он придет в ярость, если ему указать на это. В нашем офисе был такой случай. Сам я не видел, но рассказывает, что однажды пришла бандероль, в которой вместе с книгой «Новая земля» лежал шредер, машинка для уничтожения бумаг и документов. Кто-то вернул книгу в офис. Ну вот, этот человек оказался не готов. Нельзя никого заставить. Если яблоко не созрело, ничего не произойдет. Когда готовность достигает определенного уровня, пробуждение происходит спонтанно или с помощью какого-либо учения. Духовные учителя просто сберегают время. В книге «Курс чудес» хорошо сказано, задержка ничего не значит с точки зрения вечности, но оборачивается трагедией в контексте времени. Духовные учения сохраняют время и уменьшают количество необходимого страдания, поскольку в отсутствии их единственным учителем и главным учением для всех станет страдание. Если вы никогда не имели духовного учителя, вашим учителем было страдание. И в конце концов оно заставит вас пробудиться. Рано или поздно. Но потребуется время. Хотя пробудиться и встретить самого себя это не требует времени. Пробуждаются всегда в сейчас по-настоящему. Время нужно как раз для того, чтобы запутать вас окончательно. Но не требуется времени совсем, чтобы стать тем, кто вы есть. Что происходит в момент умирания? Два дня назад умер близкий мне человек. Теперь в голове у меня мысль. Что происходит в момент смерти? Ждет ли нас свет впереди? Какие трансформации? Спасибо. лично я еще не проходил через физическую смерть. Одного дзен-мастера спросили о жизни после смерти. Он ответил «Не знаю». «Почему ты ведь мастер?» «Да, но я еще не мертвый мастер». Однако мне довелось пережить нечто, что можно назвать смертью с точки зрения идентификации себя с формой. И таким образом я побывал в сфере, где мог узнать, что то, что мы воспринимаем как смерть, есть растворение формы, но вечное в нас, об этом я знаю, так сказать, из первых рук, не затрагивается этим процессом. Что происходит на самом деле? Я бы сказал так. Все зависит от состояния сознания, от вашего доминирующего состояния сознания во время жизни. Если вы по преимуществу идентифицировали себя с формой, с телом или с психологическими формами я, то есть с любыми формами, посредством которых сознание проявляло себя в мир, вы пребывали в некоем подобии сновидений. Легко экстраполировать эту идентификацию и дальше, ждать, что и там будут какие-то формы и будет дальнейшая идентификация себя с ними. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться бесконечно. Если сознание пробудилось не до конца, вы всегда будете идентифицировать себя с формой и постепенно подойдете к черте, где наступит пробуждение. Либо, если разидентификация с формой произошла в этой жизни, потребность отождествлять себя с формой и дальше в новых циклах, ослабевает. Исчезает необходимость получать жизненный опыт посредством идентификации себя с формой. В этом случае сознание, чем вы являетесь, больше не сковано уровнем форм. Оно не ищет новых опытов пребывания в форме. могу вам сказать, что с тем человеком все будет хорошо, независимо от того, нуждается ли он или она и дальше в опыте идентификации себя с формой, или освободился от этой потребности и пошел дальше, чтобы продолжать свое существование в сферах, которые мы даже не можем себе представить. У меня глубинное чувство, что так и есть. Но о нем не стоит говорить сейчас. В начале книги «Курсы чудес» есть такие строки. Ничто реально существующее не может быть напуганно угрозой уничтожения. Ничто нереальное не существует. В глубине мир и Бог. Реальное в человеке не ограничено его формой. Каждый, глядя на мертвое тело, понимает, что это больше не тот, кого вы знали. Это не то бытие, с которым вы имели дело, только оболочка. Ничто реальное не боится уничтожения. Ничто нереальное в своем пределе не существует. Вот почему мудрецы традиционных конфессий говорят о мире форм как о чем-то иллюзорном в своем пределе. Все зависит, с какого уровня вы смотрите. Главное, что все будет хорошо за поверхностью мира форм. На этом внешнем уровне только существует смерть, суть которой в переходе из одной формы в другую или из формы в не имеющие форм. Вот сущность смерти. Ничто реально не умирает. В пределе не существует такого явления, как смерть. Это кажимость. Есть трансмутация формы. Либо она растворяется, либо ищет для себя новую самоидентификацию. Оказавшись перед смертью, важно настроиться на тишину, стать внутренне тихим. Особенно если вы сидите возле умирающего или рядом с тем, кто только что умер. Закройте глаза и войдите в состояние глубокого безмолвия. И вы поймете, кто вы есть. И однажды узнав, что вы есть не имеющие формы сознания, вы также поймете, что в действительности ничто не умирает. Поскольку в пределе смерти не существует. Это не значит, что вы не должны испытывать печаль по ушедшему. Могут потечь слезы, позвольте им. Но при этом вы понимаете, что ничто реально не умирает. Два года назад умерли мои родители, один за другим в течение полугода. В короткий срок я столкнулся лицом к лицу со смертью тех, любил. Да, текли слезы, была печаль, и в то же время присутствовало понимание, что в пределе нет никакой смерти. Их сущность, моих близких, тех, кем они были, не подверглась разрушению, поскольку я знал, что я, как моя сущность, не могу быть разрушен. Через самоосознание приходит знание, что и другие не подвержены смерти. Внешний уровень бытия – место сосуществования форм, место печали и плача. Накатывают волны печали, когда умирает кто-то из близких. Одна волна стихает, может нахлынуть другая. Но даже если волны возникают, в глубине царит мир. Вы не схвачены эмоцией, не поглощены ею. Она всего лишь существует в вашем пространстве. А под эмоцией мир. И только из этого мира можно понять истину о том, что находится по ту сторону смерти. Как поддерживать связь с настоящим в присутствии другого человека? Мой вопрос такой. Как поддерживать связь с настоящим в присутствии другого человека? Как вносить в общение настоящее? Дело не из легких. Когда начинается разговор, два ума встречаются, возбуждая друг друга. возникает двунаправленный поток мыслей. Мгновение назад вы чувствовали себя в настоящем, но вот кто-то начал рассказывать о своих делах. Оба участника общения быстро теряют внутреннее пространство. Остаются только слова, ментальная вербализация, поток мышления, превращающийся в звуки. этот процесс захватывает обоих. Он обладает собственной движущей силой. Поток мыслей, как некое образование, не желающее своего прекращения. Появляются эмоции, которые только усиливают его, особенно, когда вас критикуют, или когда вы осуждаете кого-то за то, что тот сделал или не сделал, вам или другим. Когда вы критикуете другого, ваше эго набирается сил. Вы вырастаете в собственных глазах. Поскольку, принижая другого, иллюзорное образование по имени эго чувствует себя богаче, получает приток энергии. Эмоции распаляются, мысли разрастаются, внутреннее пространство сокращается. Что восстановить внутреннее пространство, не прерывая разговоры? Во-первых, следует осознать, что вы его потеряли. Без этого любые советы бесполезны. Если вы не замечаете, что захвачены потоком мыслей, ничего сделать нельзя. Простее мы бы они не знают, что делают. Вы бессознательны, вы поток мыслей, и как таковой не хотите останавливаться, поскольку вы не желаете себе прекращения своего существования. Каждая новая форма образования хочет продолжать пребывать в форме, и чем дольше, тем лучше. Если вы стали потоком мыслей, если идентифицировались с ним, ничего нельзя сделать. Но если в процессе разговора вы осознали хотя бы вскользь, что потеряли пространство, у вас появляется выбор. Вы можете вновь внести пространство в поток мыслей. Но как это сделать? Поток мыслей идет не только от вас, но и от другого человека на вас тоже. Однако если возвращается осознанность, которая может продлиться недолго, две-три секунды и затем исчезнуть. Вам нужно воспользоваться этими двумя-тремя секундами, осознать потерю пространства и сделать нечто, пока вы получили свободу действовать. Сознательно уведите внимание от думания, но нужно прикрепить его к чему-то другому, так сказать, заякорить свое внимание на чем-то, что не является потоком мыслей. Можно выбрать либо дыхание, либо внутреннее тело, либо восприятие какого-нибудь внешнего объекта. Разговаривая с другим человеком, лучше всего пользоваться дыханием или внутренним телом. Когда вы говорите, особенно когда молчите, удерживайте на них свое внимание. На одном из семинаров мы практиковали восприятие внешнего мира при одновременном удерживании внимания на руках. Срок начинать проще. Поэтому, когда необходимо, почувствуйте жизненность энергетической оболочки своего тела, и вы обнаружите, что перестали думать. Но вы по-прежнему слушаете. Удивительно, что можно слушать, не думая при этом. Так просто, так красиво. Итак, вы слушаете, но часть вашего внимания укоренена в энергетическом поле. Вы увели внимание от мыслей. Не так уж много внимания требуется, чтобы слушать. Достаточно некоторого количества. Остальное в энергетическом поле. Попробуйте сидеть здесь и слушая мои слова. Вы заметите, что осознаете свое энергетическое тело как фон, так сказать. Чувствуете его жизненность в какой-то части тела, возможно, отчетливее. Некоторые лучше чувствуют область груди или удаленной части тела, если можете чувствовать целиком все тело прекрасно. Глобальное чувство жизненности на заднем плане. Оно в своем пределе не имеет формы. Своеобразная дверь в бесформенное. Это уже не физическое тело больше. Почувствуйте это, и вы выйдете из потока мыслей. Качество общения тут же изменится. Другой человек не заметит, что произошло, и какое-то время будет вести себя по-прежнему. Возможно, вы замолчите на какое-то время. Важным станет не столько, что вы отвечаете, а как вы отвечаете. Но и содержание ответов поменяется тоже. Вы перестанете вносить свой вклад в негативный характер диалога. Тишина станет составляющей частью ваших слов, пространства между слов. Все настолько неуловимо, что другой вред заметит. Укоренитесь во внутреннем теле, пусть оно станет якорем. Вы окажетесь в настоящем, и вы станете настоящим. Если другой скажет что-то вызывающее, и вы потеряете связь, через какое-то время вы осознаете это, и снова восстановите связь с внутренним телом. Оно мощный якорь. И все поменяется. Практика, практика, и еще раз практика. Когда вы в контакте с внутренним телом, вы действительно становитесь пространством. Энергии, берущей начало в не имеющем формы. Становитесь чем-то, что находится на полпути между не имеющим формы и формы. Чья или энергия жизни, назовите как угодно, суть одна, это мост между не имеющим формы и миром форм. Таким образом, чувствуя мост, вы переходите на сторону бесформенного. И это чудесно. Даже оказаться на середине пути красиво. разговаривая по телефону то же самое. Вы слушаете. Другой вас не видит, и вы можете в качестве якоря использовать внешний объект. Ясное восприятие чувством тоже мощный якорь. Вы говорите по телефону, а рядом красивый цветок. Или вы смотрите через окно в небо. все что угодно. Даже неодушевленный предмет. Но с природным проще. Солнечный блик на стекле. Что угодно, что пробуждает сознание, пока вы слушаете. Вы уводите свое внимание от думания. Красота неба. А вы слушаете своего друга. Если это друг. А может быть некто обвиняет вас, выражая свое недовольство. И это существенный вызов. Чем более бессознателен ваш оппонент, что означает, чем более он идентифицирует себя с потоком мыслей, эмоций и автоматических реакций, тем серьезней вызов. Я замечал, что когда встречал особо бессознательных людей, ментально неуравновешенных, во мне автоматически происходил интенсивный сдвиг восприятия внутрь тела, восстанавливающий тем самым мое присутствие в настоящем. Процесс, не связанный с принятием решения, абсолютно естественный. И человек становился более уравновешенным вскоре после того, как вы повысили свою осознанность. Иногда это было похуже на чудо. Обостренная осознанность способна исцелять, исцелять глубинным образом, и вас, и все, что попадает в ваше поле. Возможно, эффект распространяется наружу, затрагивая тех, кто вас даже не видит. Обостренная осознанность. Чем тяжелее испытание, тем больше присутствия в настоящем. Ситуация, обстоятельства, вызовы жизни, что-либо угрожающее, все это топливо для осознанности. Чем серьезнее вызов, тем интенсивнее осознанность. Но никакого напряжения с вашей стороны, потому что настоящее не есть усилие. Настоящее высокая энергия. Предположим, вы выходите из зала и неожиданно сталкиваетесь с экстремальным событием. Уничтожен весь город. у вас есть еще несколько секунд перед тем, как ваше тело тоже будет разрушено. Ничто больше не имеет значения. Когда вы достигаете определенного уровня осознанности, вызов усиливает ее. До этого уровня вызов приводит к сужению сознания. Вы скатываетесь на уровень бессознательных реакций. Своеобразный порог. Когда человек достигает его, любой вызов будет работать на усиление осознанности. Но до этого порога сложные ситуации будут запускать бессознательные реакции, и вы будете утрачивать осознанность. Таким образом, вызов может как отобрать присутствие в настоящем, так и интенсифицировать его. В области близкой к порогу у вас есть выбор идти вверх или позволить себе скатиться вниз. Присутствие в настоящем действует не только на вас самих. Оно оказывает влияние и на то, что происходит вокруг. Ни реакция не означает отказ от действий, которые от вас требуют угрожающие ситуации. речь идет о преодолении автоматической внутренней реакции против чего-либо. В ее отсутствии ситуация очень скоро меняется, потому что слепое против интенсифицирует происходящее, нередко только ухудшая положение. Бывает, что реакция страшнее самого события. Порой делу даешься, маленький пустяк, а в ответ реагирование абсолютно непропорциональное начальному событию. Часто путают мне реакцию с воздвиганием барьера между собой и другим человеком или ситуацией. Некто решает для себя, я больше не реагирую на этого человека или на эту ситуацию, я не дам им меня спровоцировать, ничто не может меня задеть. Это не есть растворение, которое есть подлинное настоящее. Пребывание в настоящем можно сравнить с тем, как если бы вы вдруг стали прозрачным, вместо того, чтобы вцепиться и драться с противником. Предположим, некто собирается наехать на вас, образно говоря. Вместо того, чтобы напрячься и стать стеной, позвольте ему как бы пройти сквозь вас, либо мягко шагните в сторону, уступая дорогу. Не раскачивайте бессознательные факторы ситуации, не подпитывайте их вашей автоматической реакцией. Очень мощный прием. Карма аккумулирует бессознательное реагирование, шаблона поведения, эмоциональные и ментальные стереотипы. Люди думают, что карма это то, что случается с ними. В некотором роде это верно. Но по большей части карма это ваши реакции на происходящее. Ваши реакции на то, что сейчас, определяют, что произойдет далее. Незначительные события с точки зрения одного человека в другом запускает неуправляемую реакцию, задевает его карму. например, некто чувствует себя несчастным в ситуации, в которой другой просто скажет «ну и ладно». Иногда люди сердятся на меня. Обычно, когда я что-либо не делаю. Вы не ответили на мое письмо. Я вам писал три раза, а вы… Человек чувствует себя по-настоящему задетым. Урастает целая история. Меня не уважают, на меня не обращают внимания. История, которая должна другого сделать виноватым. Адресат не знает, что ежедневно ко мне приходят тысячи писем. Он все принимает на свой счет, персонализирует ситуацию. Это вполне естественно. Другой человек скажет «Я вам писал, но вы не ответили. Да это и не важно. Я сам вскоре нашел ответ на свой вопрос. Спасибо». Ничего не случилось. А некто может почувствовать себя униженным. Ему не ответили. Когда вышла в свет моя книга «Сила настоящего», мне посоветовали послать несколько экземпляров известным людям, чтобы те прочитали и сказали что-нибудь хорошее. «Я так и сделал». Отправил по почте «Опре», «Марьяму Уильямсон» и другим. В ответ тишина. «Ну и что?» «У меня не было кармы. Я не почувствовал себя оскорбленным из-за того, что мне не ответили. Я не мучился догадками, почему мне не ответили. Я то знаю почему. Ежедневно они получают тысячи и тысячи рукописей с одной и той же просьбой, не могли бы вы написать что-нибудь о моем сочинении. Конечно же, они даже и не взглянули на мою книгу. Много позже они ее заметили и написали приятные отзывы, когда это было уже не нужно. Я получил прелестное письмо от Марьяму Уильямсон, где она сожалела, что была тогда так закручена в делах, что не заметила мои книги и прочее, прочее. Прошел год, но все равно приятно. Таким образом, реакция, принятие всего на свой счет, порождает много страдания из незначительного события. Само происшествие заурядное, но страдание вырастает из нашего реагирования на ситуацию. Это карма. Она определяет, каким вы воспримете следующий момент и так далее. Свобода от реакции есть свобода от кармы. И это настоящее. Оно постепенно обесточивает карму, растворяет накопленные стереотипы поведения. Когда вы разговариваете с кем-либо на повышенных тонах, обвиняете, что тот сделал что-то не так, или жалуетесь на кого-то другого, все это форма эго и бессознательности. Или если вы чувствуете, что кто-то оставил в вашей жизни неприятный след, в вас работает карма. Она препятствует окончательному пробуждению. Вопрос. Может ли эго отказаться от самого себя? Часто я говорю об эго как о своего рода объекте. Фактически оно им не является, хотя ведет себя так, как если бы оно было неким реальным существом, захватившим власть над вами. На самом деле эго – это особым образом организованная деятельность ума. Вернее, эго есть дисфункция деятельности ума, проявляющаяся в том, что человек отождествляет себя со своими мыслями. Дисфункция не может положить конец собственной дисфункции. Она может только раствориться, когда возникнет осознанность. Сознание не является мыслью. Оно ей предшествует. В какой-то момент вы понимаете, что вы есть сознание. Неважно, что он говорит при этом. Мысль больше не подпитывается чувством «я». Вы перестаете идентифицировать себя с приходящими мыслями и наступает конец эго. Если вернуться к вашему вопросу, эго не может прекратить само себя. Но в свете осознанности оно растворяется. Это происходит добровольно? Добровольно в том смысле, что является следствием процесса эволюции. Очередной шаг человечества в своем развитии. Когда-то появление эго тоже было великим достижением. Теперь оно изжило свой потенциал полезности. Мы многому научились благодаря ему. Нужно идти дальше. Критическое состояние. Переход от одного уровня сознания к другому – всегда критическое состояние. Эго должно раствориться. Гусеница изжила полезность своего существования, как гусеница. Какое-то время она чувствовала себя превосходно, ползая по деревьям и питаясь листьями. Теперь на дереве их не осталось. Настало время, чтобы гусеница превратилась в нечто невероятное. Это маленькое существо не понимает, что с ним происходит. Оно даже не может сказать «я должна превратиться в бабочку». Оно лишь замечает, что ползать становится все труднее и труднее. Гусеница ищет листья. На ее дереве все съедены, и вокруг тоже ничего нет. Если она не превратится в бабочку, она умрет. Нечто подобное с человечеством. Необходим переход на новый эволюционный уровень. Пребывание на семинаре – часть такого превращения. Бабочка рождается прямо здесь. Гусеница еще полностью не преодолена. Это переходный период. Вы по себе можете заметить, что порой ведете себя как гусеница, а порой как бабочка. На что направлять свои усилия? Настоящее. Осознанность. Не отреагирование, а ответ. Встроенность в один ряд с настоящим. Об универсальной дисфункции человека. Если вы замечаете в себе нетерпение, это беспокойство ума, стремящегося убежать из текущего момента времени. Именно так обычно он и ведет себя. Многие здесь присутствующих практикуют различные техники медитации. Я предлагаю медитацию, не имеющую никакой техники. Практику целостного присутствия в настоящем. У нас выработалась привычка мысленно сбегать из настоящего. Понаблюдайте. Вы заметите, что наше обычное состояние сознания – быть в оппозиции к настоящему. То есть всегда стремление убежать из него в будущее, рассматриваемое как нечто более важное. В основе нашей повседневной жизни лежит желание оказаться в следующем моменте. Это вполне нормально. Мне не нужно достигнутое. Я хочу следующее. Так в пределах одного дня. Но и в глобальном масштабе наступит день и произойдет нечто. Я буду счастлив. Жизнь станет наполненной. Я найду идеального партнера. Более удобное место жительства. Доходы мои вырастут. Достигну того-то и того-то. Стану более совершенным и прочее. Все стремятся вовне и превращают этот бесценный момент настоящего, то, что есть, момент сейчас. Кроме него ничего реально не существует. Сейчас и есть жизнь. Превращают его в средство для достижения чего-то другого. Вы не изводите единственную реальность вашей жизни, настоящая, к средству достижения чего-то другого, находящегося в так никогда не наступающем будущем. Я никогда не встречал будущее. Полагаю, вы тоже. Потому что оно не существует. И это наша ментальная проекция. Когда оно наступает, это сейчас. Если вы не умеете уважать настоящее, принимать его, дружить с ним, вы постоянно упускаете единственную вещь, имеющую значение. Вы подходите к концу жизни, чувствуете пустоту и спрашиваете, а жил ли я? Я всегда стремился куда-то еще. Мой отец однажды сказал мне, в тот день ему исполнилось 80 лет, у меня такое чувство, что жизнь еще не начиналась. В 80 лет вы, как и раньше, смотрите в будущее. Или наоборот. В зрелом возрасте люди по преимуществу обращены в прошлое, поскольку у них практически не осталось будущего. Но они по-прежнему не в настоящем. По-прежнему не уважают сейчас. Итак, медитация, не использующая никакую технику. Все внимание целиком в настоящем. Специально разработанная техника могла бы показаться полезной, но она бы только отбросила назад, как и любая другая техника медитации. Все они так или иначе становятся средством для достижения чего-то в будущем. Люди сидят, медитируют, но старый ум говорит, я собираюсь достичь нечто посредством медитации. Мысль движется более неуловимой, чем в повседневной жизни, но по-прежнему беспокоится, по-прежнему в желании получить нечто более совершенное. Если я буду медитировать год или два, я достигну покоя. Или стану просветленным. Все то же средство для достижения. Старый ум никуда не делся. В духовной жизни принято стремиться к более высокой степени совершенства. Знакомое желание старого ума, пренебрегающего настоящим. Войдите целиком в сейчас. В оставшейся части беседы я хотел бы, чтобы вы не только удерживали внимание на словах, но и поддерживали связь с энергетическим полем вашего тела. Чувствовали неуловимую жизнь в каждой его клеточке. Одновременно чувствуйте и слушайте. Сама жизнь – одухотворённое настоящее. Невидимая энергия, дающая жизнь всему телу. Установите с ней связь и чувствуйте её. В результате ум утратит инерцию, перестанет уводить вас из настоящего. Потому что вы забрали внимание от думания и поместили его в тело. Вы воспринимаете мир без экрана ума, без ярлыков и суждений, без концептуальных определений. Вы воспринимаете настоящий момент напрямую, без ментальных комментариев. Удерживание внимания на энергетическом поле тела я называю якорем, помогающим оставаться в настоящем. Необычайная разумность, присуща каждой клеточке тела, более обширная, чем разумность ума. Если бы вы могли целиком контролировать своё тело, то умерли бы через одну-две секунды, поскольку он не в состоянии координировать между собой все функции тела, не может управлять работой каждого органа, каждой клетки. Невероятные задачи. Разумность, наполняющая каждую клетку, та же самая разумность, что управляет универсумом, галактиками. Единая разумность. То, что вы ощущаете, как физическое тело, в своей глубине нечто большее, чем могут воспринять обычные органы чувств. Физическое тело рождается и умирает. Даже это прекрасно. Разумность, заключённая в теле, значительно больше, чем он может себе представить. Тысячи лет мы будем изучать и изучать, как работает наше тело, и не достигнем дна. Такова безграниченность его разумности. Удерживать часть внимания на физическом теле нетрудно. Ум скажет, «Это слишком просто. Мне бы какую-нибудь практику посложнее». Почувствуйте своё внутреннее бытие. Это способ восстановления связи с необъятной разумностью. При этом исчезает зависимость от ограниченного ума, который накапливает и накапливает знания. В взаимодействии с людьми и ситуациями перестаёт обуславливаться умом. Реакции из прошлого ещё долго будут давать о себе знать. Старые образцы поведения снова и снова будут влиять на ваше поведение. Многие люди царя ком в их ловушке, потому что живут ограниченным умом. Умом обусловленном прошлом. Связь с внутренним телом – способ освободить себя от доминирования ума, от его ограниченности. По сути, вы освобождаетесь от прошлого и осознаёте, что нельзя получить подлинные чувства себя из прошлого. Истинное бытие, истинное «Я» можно почувствовать, сфокусировавшись на настоящем. Ваше бытие сейчас, под умом, под движением эмоций, под волнами поверхности бытия, длящими и длящими ментальной движения. Подо всем этим резервуар тишины, под этим шумом за умом. Озеро тишины внутри вас. Глубинная жизненность заключена в тишине. Каждый внутри себя несёт озеро тишины. Многие этого не знают, потому что оно замаскировано под постоянной активностью ума. Нет доступа к этому измерению. Но оно ждёт вас. Я здесь. Однако вы не осознаёте этого. Вход туда через установление связи с тишиной, в которой и есть вы. Тишина, из которой всё возникает. Всё рождается из этой тишины. Все формы жизни выходят из этого состояния тишины и возвращаются обратно. Так было и так будет. Это измерение находится внутри вас. Это то, о чём говорят все духовные учения. Царствие небесное здесь и сейчас в вас, а не где-то в будущем. Но религиозные люди всегда помещают царствие небесное в будущее. Буддисты говорят, наступит день, и мы станем просветлёнными. Христиане, однажды мы войдём в царствие небесное. Иисус говорит, что царствие небесное здесь и сейчас. Но это слишком просто, чтобы быть по-настоящему понятым умом. Поэтому он создаёт будущее, ложно интерпретирует чудесные учения и делает из них нечто, к чему можно стремиться. А всё уже здесь. Но потеряна связь с тишиной. Тишина – одно из слов для обозначения не имеющего формы. В этой тишине таинство, глубинная жизненность. Всё созидательное, всё новое исходит оттуда. Каждый творческий человек знает, что перед созиданием наступает момент тишины. Всё, выходящее из неё, новое. У некоторых художников не получается. Они пытаются изобретать с помощью ума и называют это творчеством. Арт-галереи переполнены подобными творениями. Ум пытается быть созидательным, но в самом уме нет ничего созидающего, поскольку в своей основе он хранилище информации, хорошие средства для анализа, для решения практических вопросов, но в уме нет творческости. Ум передаёт форму жизненному импульсу, исходящему из тишины, но в нём самом никакой созидательности. Подлинный артист пребывает в тишине, ждёт, какую форму примет зарождающийся творческий импульс. Но, прекратив работу над произведением, многие утрачивают это состояние и возвращаются в прежнее состояние идентификации с умом. Секрет в том, что вся ваша жизнь может стать непрерывной подключённостью к тишине. Вход туда через чувствование энергетического поля тела. Это тишина, безграничная разумность. Разумность до того, как она обретает какую-либо форму. До того, как возникает как предмет, как мысль, как универсум. Итак, почувствуйте энергетическое поле тела. Затем продолжайте смотреть вокруг, взаимодействуйте с окружающим, а в фоне постоянно мир, тишина. Неважно, что при этом происходит. Вы отвечаете на ситуацию из этой тишины. нет необходимости заранее готовиться, как поступить, поскольку действие само обретает свою форму в настоящем моменте. Что требует момент настоящего, то и появляется из тишины. Поэтому в повседневной жизни старайтесь поддерживать непрерывную связь с настоящим. я называю это внесением пробела в поток мыслей, поскольку люди обычно идентифицированы со своим потоком мыслей. в непрерывном шуме невозможно почувствовать тишину. Случайным образом повседневная жизнь иногда вносит промежутки в поток мыслей. достаточно обратить внимание на энергетическое тело. Полминуты почувствуйте его. Когда слушаете кого-нибудь, слушайте всем существом, а не только головой. Почувствуйте каждую клеточку тела, и ваше целостное существо начнет присутствовать здесь. Это и есть состояние присутствия в настоящем. Полное пребывание здесь и сейчас. Вы целиком здесь. Если вы теряете измерение тишины, начинает доминировать ум. Постоянная умственная требуха, нервозность во взаимоотношениях. Затем возникают конфликты, драмы. По этой причине многие отношения распадаются, так как у них нет фундамента. нет простого позволения партнеру быть. Нет давания ему пространства. Станьте тихими и признайте бытие другого посредством приятия своего собственного бытия. То есть дав сначала пространство самому себе. Сначала свое бытие, затем бытие другого. Сядьте напротив друг друга, посмотрите в глаза, почувствуйте свое целостное энергетическое поле и посредством этого установите связь с бытием другого, поскольку на глубинном уровне мы едины. Пять минут в день преобразят отношения. Сколько минут в день это делать неважно. Кажется невозможным, но энергия необычайно мощна. Пяти минут пребывания в бытии и не в уме достаточно. Подобные состояния хорошо знакомы детям с самого рождения. Но быстро утрачивается, потому что они смотрят ТВ, играют в видео игры, их родители сами тотально идентифицированы с умом, целиком живут у себя в голове. Дети становятся беспокойными, дезориентированными, неудовлетворенными. Нужно действовать, в жизни нужно действовать. Стимулы. Нужно больше стимулов. Кончаются стимулы, к примеру, недоступно ТВ, возникает недовлетворенность. А все от того, что в жизни начинает доминировать ум. Родители постоянно заняты. Красота настоящего момента не почитается, не признается красота бытия ребенка. Дети вырастают в такой среде. Затем мы удивляемся, почему они оказываются в тупике. Детям нравится, когда их знакомят с бытием, когда вы несколько минут смотрите друг на друга. поначалу кажутся странным, непривычным, но они быстро осваиваются. Внесите измерений бытия в поток постоянного делания, делания, делания. Я не призываю превращаться в пассивного созерцателя. Продолжайте делать, что делали, но из состояния тишины и внутреннего покоя. Они сами начнут перетекать в то, что вы делаете. Ходите по магазинам, мойте посуду, чувствуйте энергетическое поле и не превращайте настоящий момент в средство для достижения чего-то следующего. Вы целиком здесь. Наполняйте покоем все, что вы делаете. Освободитесь из ловушки сумасшедшей машины, порождающей шум в голове. Она никогда не останавливается. Быть в ней и хуже того верить, что этот постоянный ментальный шум и есть вы – ужасное занижение себя. Вы гораздо большее. Это всего лишь шум. Идентифицироваться с каждой мыслью, беспокоиться, принимать за себя этот поток мыслей. Когда просыпаетесь среди ночи и начинаете волноваться о предстоящем, вы теряете себя в потоке мыслей. Буддисты говорят, каждое мгновение вы реинкарнируете в новый мыслительный поток, что означает, он дает вам ощущение себя, поскольку вы делаете себя с ним единым. В этом заключается глубинный смысл понятия реинкарнации. Каждую минуту новая мысль. новая форма самоидентификации. Прекращение реинкарнации, то, к чему так стремятся буддисты, это перестать идентифицировать себя с ментальным шумом, не позволяя чувству себя уноситься потоком мыслей. Сохраняйте свое присутствие в бытии. Позволяйте шуму быть тоже, тогда он перестанет быть навязчивым, качество, которое он обретает, когда вы целиком идентифицируете себя с потоком мыслей. Вы выходите из ума в бытие, великое чудо трансформации, выйти из из машины из машины ума, о которой вы думаете, что это вы. Когда вы просыпаетесь среди ночи в беспокойстве, знайте, что это ум проектирует будущее, которое так никогда и не наступит. А в промежутке между настоящим и будущим непременно рождается страх. Этот зазор между будущим и сейчас. Здесь стресс и страх. Здесь формируется чувство «Я, о мой Бог, что надвигается на меня». Когда вы замечаете это, перенесите внимание, намеренно выйдите из потока мыслей, почувствуйте энергетическое поле своего тела, уведите внимание издумания и поместите его в тело. Вся неприятная ситуация, беспокойство посреди ночи, превратится в нечто необыкновенное. Вы почувствуете свою жизненную энергию. Это прекрасно. Неожиданно наступает тишина. Вы отбрасываете свое «Я», переходите на более глубокий уровень. Тишина всегда ждала быть найденной, она здесь, самая дорогая вещь, сущность всего бытия. И неведение этого, самое ужасное состояние, потерянность и бедность. Неважно имеете ли вы миллион или десять миллионов банки, вы в бедности, если утратили единое, жизненное, если потеряли связь с тем, кто вы есть за границами ума, ваше бытие. Когда вы знаете, что находитесь в ловушке ума, появляется возможность сделать шаг наружу. Если возникает беспокойство, негативные мысли, жизненное страдание и боль, используйте их как звонок будильника, говорящий «Привет, ты утратил связь с настоящим, ты ушел от своего бытия, ты проецируешь себя вовне». Я не говорю о практическом аспекте будущего. Можно назначить встречу с кем-нибудь через неделю, можно составить список предстоящих дел. Мы говорим о непрерывной ментальной устремленности из настоящего, ментальное кино, показываемое нам из некой воображаемой точки, из будущего. Возникает страх, используйте его как сигнал, говорящий «Проснись, будь в настоящем». И тут же ваше внимание возвращается в настоящий. Груз прошлого и будущего, тяжесть личной истории, жизнь проблема, кругом проблемы, ваша самоидентификация в формулировках проблем. И это нормально, и это безумие, ваша самоидентификация с проблемами. Религиозные учения говорят, что в пределе все это иллюзия. Ситуация возникает каждый день и бросает вызов. Вам приходится иметь с ними дело в настоящем. Вы выжидаете или предпринимаете действия. Они вносят свой вклад в образование и образы себя. Груз проблем, какой я несчастный. Умом сконструированное образование. Мои проблемы дают мне мою самоидентификацию. И это я. Вы можете пойти к психологу и обсуждать фиктивное я, состоящее из проблем. Фиктивное я целиком основано на деятельности ума. Мое прошлое. Продумывание, что случилось со мной. Будущее. Может быть, все образуется. Страх, что может быть и не образуется. Я плохой. Не удачник в жизни. Все это в пределе не имеет ничего общего с тем, кто вы есть. Потому что кто вы есть, вы можете найти только в непосредственности настоящего, изъяв свое внимание из потока мыслей. неожиданно вся масса проблем уходит, когда вы покидаете прошлое и будущее. Я не призываю к безответственности. Продолжайте делать все, что вы делали. Но 80 или 90 процентов мышления поселились в проблемах и никакого решения. Бессмысленная фабрика фильмов, с которыми вы идентифицируетесь. Отбросьте их. И неожиданно какие проблемы в настоящем? Их нет. Возможно зубная боль, болезнь. Они часть настоящего, которую вы принимаете. Странным образом люди переживают исцеление, когда переходят в состояние тотального приятия, что означает мир с настоящим моментом. Случается невероятное исцеление. Не борьба с болезнью, а приятие мир с настоящим. Как могут возникать проблемы, если внимание в настоящем? Предпринимать действия можно только в настоящем. Если ничего сделать нельзя, тоже хорошо. Вы безоговорочно принимаете настоящее. Вы начинаете осознавать, что делатель проблем, ментальная фикция, груз персоны. Я, которая в своем пределе, нереальна. Возможно, какой-то части в вас, умом сконструированному я, не нравится, что я говорю. Она чувствует, что приближается ее конец. Бывали случаи, люди покидали аудиторию, когда я говорил, что в пределе, сейчас нет проблем. В настоящем не может их быть. Некоторые не могли этого перенести, так как бросался вызов их самоотождествления. Я в течение 30 лет инвестировал мои проблемы в свою идентификацию, а этот человек говорит, что все нереально. Существует иной способ найти более глубокое истинное чувство себя в своем бытии. Умом сконструированное я связано с прошлым или будущим, постоянно движется от одного полюса к другому. А за всем тишина, глубокий покой. Рождается радость. Радость бытия, которая не зависит один доллар в банке или десять миллионов. Она не зависит от успехов или неудач, от того, что произошло или не произошло в жизни. Вы свободны от мира. И это имел в виду Христос, когда говорил «Я преодолел мир». Это состояние, когда вы свободны от внешних обстоятельств. Ваше внутреннее состояние за границами того, что произошло или не произошло. Я называю это «моя жизненная ситуация». Что-то произошло, что-то нет, хорошее, плохое. Жизненная ситуация разворачивается во времени, прошлое, будущее. Но есть нечто более фундаментальное. Моя жизнь. Сама жизнь в настоящем. Это единственное место, где мы можем встретиться с ней. Вибрация жизни, бытие в данный момент, тишина. Безграничные потенции к созиданию заключены в жизни в этой тишине. Жизнь. Ни прошлого, ни будущего. это означает, что исчезает потребность в будущем как в средстве для вашей самореализации. Самореализация есть настоящее, глубинное самоосуществление вашего бытия. Будущее в образе прекрасных событий будет входить в вашу жизнь. Вы скажете «Спасибо, это чудесно». Затем волна приятного отхлынет. Окей, пусть будет так, все нормально. Мне не требуется наполнение. Все лишь дар. Все приходит и уходит. Вы не нуждаетесь в будущем для своего спасения. В конце концов, ведь каждый надеется обрести спасение. Будь то грабитель банка или практикующий медитацию. Оба ищут самоосуществление в будущем. Один думает «Ограблю банк, возьму деньги и все в моей жизни будет хорошо. Наконец-то найду самого себя. Наступит полнота жизни». Практикующий медитацию во многом похож. Вон буду практиковать в течение нескольких лет и достигну благополучия. И это говорит ум. Поток мыслей. Выйдите из потока мыслей. Установите связь с энергетическим полем тела. Это проход к тишине. Все просто. Причина, по которой так мало людей знают об этом, в том, что это слишком просто. Ум превратился в сложную механическую машину. Простота истины о том, кто ей есть, ускользает от него. Он хорошо справляется со сложно составными объектами. Он говорит, жить в настоящем, ой, это невероятно трудно. Но это так просто. Как раз противоположное, ужасно тяжелый способ жить. Легкость входит в вашу жизнь. Легкость, которой не было прежде. Все течет с легкостью. Груз персона с ее деланием проблем, с ее прошлым и будущим больше не здесь. Проступает бытие за персоной. Радостно. Бытие за именами и формами, за вашим именем и за физическими формами вашего тела. То, что проступает, безвременно. Чем крепче ваша связь с этим, тем яснее вы осознаете, что даже смерть в своем пределе нереально. Потому что бытие вневременно и чувствуется это так отчетливо. Из своего непосредственного опыта вы узнаете, что там нет смерти, ибо там нет времени. В том, что я говорю, нет ничего мистического. Это присуще каждому от рождения, иметь связь с этим состоянием. Уходя отсюда, запомните одно. Изымайте внимание из потока мыслей. Устанавливайте связь с энергетическим полем тела. Подружитесь с настоящим. Примите все, что возникает в нем. Не будьте к нему враждебны, поскольку это сама жизнь. Принимая настоящее таким, каково оно есть, вы уже выходите из потока мыслей. Потому что поток мыслей суть сопротивления настоящему. Вы продолжаете действовать, человек не может иначе, он так устроен, но ваши действия становятся частью того, что есть. Таким образом, вы перестаете бороться с существованием. Вот и все. Простота духовной истины, которая на протяжении тысяч лет, все еще остается секретом. Спасибо. Отыскание цели жизни. Приветствую вас на нашей вечерней медитации. Для тех, кто смотрит записи, возможно, сейчас утро или полдень. Но в любом случае с уверенностью можно сказать, вы в настоящем моменте времени, где бы вы ни находились. Вот вы сидите в зале. Прежде всего, хочу предложить вам убедиться, что вы все еще дышите. Шаг первый. Спросите себя, я все еще дышу? Второй. Сейчас проверим. Да. Когда вы проверяли дыхание, вы изымали свое внимание издуманья и помещали его в тело. Конечно, вы дышите, иначе все давно бы прекратилось. Но по большей части вы делаете это бессознательно. Очень легко выйти из постоянного ментального шума, который мы называем думание, когда каждая возникающая мысль тащит нас в свою сторону. Отойдите назад, перенесите внимание на что-нибудь другое по своему желанию, а не потому, что жизнь нанесла на сокрушительный удар. Это совсем иной способ оказаться за пределами схваченности ума. Скажите, окей, я еще дышу? В этот момент внимание покидает думание. Крохотный промежуток. Проверяя, дышу ли я, вы не думаете. Одну две секунды. А люди открыли этот феномен тысячу лет назад и превратили его в особый род медитации. Медитация сознательного дыхания. Она начинается с простой проверки «я все еще дышу» мини-медитация. Вы покидаете ментальный шум и входите в особое состояние сознания. Давайте проверим еще раз. Я дышу? Да. Возможно, вы ощутили некоторый прилив жизненных сил, поскольку обратили свое внимание на тело. Вы почувствовали ток жизненной энергии. Как ее описать? она не имеет формы, как таковой. И тем не менее, некоторое время вы осознавали, что живы. Такой прием может стать якорем для удержания себя в состоянии присутствия в настоящем. Ваше внимание пребывает в сейчас. Особое состояние сознания. В Древней Индии его называли четвертым состоянием человека. Первое сон без сновидений, второе видение снов, третье вы просыпаетесь и погружаетесь в мысли, четвертое состояние присутствия в настоящем, когда основание поступков человека находится за пределами ума. Иногда такое происходит спонтанно. Неожиданно, безо всякой причины, возникает глубокое чувство покоя и жизненной силы, хотя никаких особых событий с вами не произошло. Другой вариант – вы заняты какой-либо физической деятельностью, требующей от вас полного внимания, так что не остается места для размышлений. Например, вы взбираетесь на скалу, либо начинаете скользить и вот-вот готовы упасть с отвесной стены. Поднявшись на вершину, вы чувствуете особую жизненность в настоящем. Как хорошо жить! Но вот вы спускаетесь с горы, момент опасности прошел, ум принимается за свою работу. Он говорит, надо бы повторить, было так хорошо. Шок тоже может выбить из состояния думания. Чпок! Возникает нечто. Вы не можете понять, что перед вами. Нечто совершенно новое. Например, какое-то животное, когда вы гуляете в лесу. Спустя некоторое время он приходит в себя. А, это называется так-то и так-то. Я видел его в прошлом году, а моя тетя встречалась с ним двумя годами раньше. Пробужденное пребывание в настоящем. Обостренное восприятие. Человек, думающий, персона с его историей, с его проблемами. Я полагаю, любая человеческая история сплошь проблемы, неприходящие тяготы жизни. Все отходит на второй план. Восприятие превращается в пространство осознавания. Осознание настоящего. В этом состоянии осознавания настоящего ум не может продолжать свою деятельность и становится относительно неважным. Будут приходить мысли, но они будут оригинальными, наполненными созидающей мощью, а не повторяющимися старыми мыслями, которые вы уже продумывали тысячу раз. Поскольку большая часть мыслей тут нет ничего персонального, так в голове у каждого человека, большая часть мыслей уже продумывалась много-много раз. Это старые мысли. У других это заметить легче, чем у себя. Вспомните родственники и тому подобное. Если вы отсутствуете о настоящем, вас заполняет навязчивый ментальный шум. Частью его является история «я», история невзгод и надежд, что где-то там в будущем есть точка, начиная с которой проблем больше не будет, не сознавая при этом, что так называемое будущее не существует, кроме как другая мысль. То, что мы называем будущее, существует как набор мыслей в нашей голове. За ними нет никакой реальности. Если бы существовала такая вещь, как будущее, какой-нибудь великий ученый уже обнаружил бы ее, ему бы воздвигали памятник. Это тот, кто открыл будущее. Но пока что этого не случилось и вряд ли когда-либо произойдет, поскольку будущее продукт концептуализации и только. Когда наступает будущее, которое по своей сути мысль, оно проявляется в пространстве вашего осознавания как настоящее, какую бы форму оно ни принимало в этом пространстве настоящего, коим вы и являетесь. Затем появляется что-то еще, и это что-то есть другая форма настоящего. Никакого будущего. Будущее это мысль. Так же и прошлое, которого нет вне мыслей, рассказывающих, что случилось со мной. Как я сделал то-то и то-то, как он или она поступили со мной, а я ответил им и так далее. И вообще так ли все было на самом деле, поскольку вы продолжаете обдумывать, постепенно переинтерпретируя события, а то, что действительно произошло, возможно, таким и не было, а может быть и было. Но тогда тот момент назывался настоящие, единственное место, где все реально происходит. Чтобы подумать о будущем, вы сначала должны определить точку настоящее. В свете настоящего появляется будущее. Также не существует и прошлого. Даже если бы была возможность путешествовать во времени, вы неизменно проделывали бы это в настоящем. Вы не можете сказать «О, сейчас я в прошлом». Само по себе это предложение бессмысленно. Сейчас я в прошлом. «Я путешествую во времени и сейчас я в прошлом». Нет, вы в настоящем. Мы не понимаем во всей полноте, да у нас не возникает потребности понять аналитическим умом, что же это такое, что выглядит как будущее или прошлое. Не делая из этого особую философию, из простого наблюдения вытекает, что единственное, что есть, это настоящее. Это непосредственная очевидность. Время, прошлое и будущее проявляет себя как мысль. Предположим, вы инспектор полиции и разыскиваете очень опасного преступника по имени время. Он бродит повсюду и убивает людей. Сначала обещает то, что они хотят, затем обманывает их и в конце концов убивает. Каждый надеется на будущее, но все завершается тем, что оно убивает вас. Время убивает всех. Каждый стремится продлить свое время, чтобы самореализоваться, но в итоге время заполучает вас. Инспектор полиции в поисках преступника по имени Время постоянно обнаруживает улики, говорящие, что он только что был здесь. Вот мертвец или вот гнилое яблоко, и вы продолжаете поиски. Вы глядите на свое фото двадцатилетней давности и затем смотрите в зеркало в ванной комнате и опять видите косвенные улики. Этот преступник проделывает свое злодеяние и над вами, и он не собирается останавливаться. С каждым годом причиненный ущерб усугубляется, и при этом время, как реальная вещь, не существует. Люди думают, что они имеют дело со временем, пребывают во времени, но они не во времени, они в настоящем. Правда, иногда они называют его время, непонятно почему. Это ведь сейчас настоящее. И так вы имеете дело ни с прошлым, ни с будущим. Вы не можете вычленить время, как отдельную вещь. Преступник, который никогда не будет пойман, потому что он фантом. Однако все интересное умирает. Кто убивает их, коль скоро времени нет? Но не будем слишком углубляться в это. Мы не можем отрицать, что на поверхности реальности кажется существует такая вещь, как время. Мы используем этот термин, чтобы избежать пустоты непонимания. Окей, назовем это временем, и это делает время. Кажется, что оно существует, что вы не можете выскочить из него. Оно тащит вас, вы разрушаетесь все больше и больше, и в конце концов исчезаете. Таким выглядит положение дел, когда речь идет о мире форм. Формы скоротечны. Сущность думающего ума, когда он думает о прошлом или будущем, сущность процесса мышления, в его обусловленности прошлом. То, о чем вы думаете, сформировано прошлом. Вопрос в том, существует ли другое измерение измерение в вас, во мне, где это в своем существе иллюзия не фигурирует? Есть ли такое измерение в вас, где нет времени? Отсутствие времени не в виде верования, очень удобное верование, но действительно познанное, так сказать, из первых рук. И это выводит меня на вопрос о цели жизни, если вспомнить тему сегодняшней беседы. Да, мне давно было пора перейти к ней. Цель жизни, если такова и существует, раскладывается на первичную и вторичную цели. Первичная цель не связана с категорией времени, в этом вся ее особость. Обычно, когда говорят о цели, думают о будущем. Без идеи будущего невозможно думать о цели. подразумевается, что цель где-то там, а я здесь. Цель то, что вы хотите достичь. Достижением определяется успех или неудача. Я предлагаю другой тип цели. Мы назвали ее первичной. Вторичная цель это то, что реализуется во времени, но, как водится, достигаем мы ее немного поздновато. Первичную же цель мы не можем осуществить не вовремя. Она не связана со временем. Что взять в качестве примера? Окей, я скажу, в чем заключается ваша первичная цель. Ваша первичная цель состоит в том, чтобы сидеть здесь, на этом стуле, и слушать. А моя первичная цель заключается в том, чтобы сидеть и говорить. Слушать и говорить не очень-то отличается друг от друга, потому что, когда я говорю, я слушаю слова, выходящие из моего рта. Оба процесса схожи в своей сной. Ваша первичная цель сидеть здесь. Универсум тайно задумал привезти вас сюда. Молекулы и атомы, плождавшие по-универсуму, на некоторое время скомпоновались вместе. Внешне проявились как человек. Сами атомы и молекулы в свое время образовались в звездах, затем волшебными путями объединились вместе. Целостность бытия поместил вас сюда. Все связано со всем. Все вневременно. Только с ограниченной точки зрения выглядит, будто нечто произошло в прошлом и, наконец, привело вас сюда. Все происходит в безвременном пространстве настоящего. Все, что происходит сейчас, таково потому, что оно в данный момент не может быть другим. Целостность бытия проявляет себя в форме настоящего. И она проявляет себя так, что вот я сижу на этом стуле. И это моя первичная цель. Ум скажет, что в данном рассуждении нет смысла, поскольку раз уж вы здесь, как это может быть вашей целью. Ваша цель быть здесь целиком, целиком встроить себя в этот момент и осознать, что где бы вы ни находились, вам надлежит там находиться. И что бы вы ни делали в сейчас, вам надлежит это делать. Сейчас я делаю это, и это предположено настоящим моментом. Я пью воду из стакана, это моя первичная цель сейчас. Теперь моя цель поставить стакан обратно на стол. Действие, когда я знаю, что такова моя цель, отличается от того же действия в обычном состоянии, когда параллельно я думаю о чем-то еще. Обычно, когда мы собираемся выпить воды, то беря стакан со стола, мы хотим, чтобы он уже был возле рта. Когда делаем глоток, хотим, чтобы вода уже оказалась в желудке. Когда ставим стакан обратно на стол, мы хотим, чтобы он уже оказался там, хотя тот по-прежнему еще находится в ваших руках. Это крохотный пример того, как люди живут всю жизнь, на самом деле все время не делают, потому что каждое действие для них лишь средство для достижения чего-то другого. Они совсем не выполняют свои первичные цели и в результате выпускают все. На 99% все, что мы делаем, лишь средство для достижения чего-то другого. И где это другое? В будущем. А где будущее? в мыслях, в вашей голове. Такова судьба человека, судьба человечества, из которой она только начинает выбираться. Такой образ жизни невероятно фрустрирован, постоянно порождает неудовлетворенность, стресс, беспокойство, страх и множество других неприятностей. Поскольку вы не реализуете свою первичную цель, который заключается в том, чтобы быть в одном ряду с настоящим, единственной реально существующим. Быть внутренне встроенным в настоящее, вместо того, чтобы сводить все к состоянию, когда находясь в сейчас и делая что-либо сейчас, на самом деле вы находитесь не в сейчас. Мысли постоянно уводят вас куда-нибудь еще, и то, что вы делаете, вовсе не есть то, что вы хотите делать, а лишь средство для достижения чего-то еще. В эту судьбу ловлено все человечество, в ловушку ума, в ловушку думаний. Поскольку вы захвачены думанием, вы постоянно живете в следующем мгновении, так как следующее мгновение существует в мыслях. Итак, ваша цель в том, чтобы жить в согласии с тем, что есть, и рассматривать все, что вы делаете, не как средство к чему-то другому, а как вашу насущную первичную цель. Другое дело вторичной цели. Она и является собой средство достижения, и в этом смысле сама по себе нечто не столь существенное. Вот я снова беру стакан. Это моя первичная цель. Стакан перемещается, это прекрасно, это красиво. Следующий момент, когда вода коснется моих губ, не будет лучше, чем есть этот. И это прекрасно. Так чудесно держать стакан воды с поднимающимися пузырьками, чувствовать ее жизненность. Конечно, если подходить с позиции ума, он скажет, это всего лишь стакан воды, что о нем говорить, зачем на него обращать внимание. Если вы вловлены умом, то и сам универсум воспринимается как мертвая концепция. Вот простой стакан с водой, ничего чудесного в нем нет. Нет, потому что вы на самом деле не смотрите на него, не переживаете воду как реальность. Никогда вы плаваете, никогда принимаете душ, никогда пьете. Вы никогда действительно не переживаете воду, потому что ум, думание, все время вмешивается и создает фантом, концепцию универсума. Большинство людей находятся в этой ловушке. Они не воспринимают жизненность универсума вокруг себя. Можно сказать, они не в настоящем, они не там, где находятся, и они не в том, чем занимаются, поскольку все для них лишь средство достижения чего-то другого. А это другое не более, чем фантом будущего, которое принципиально не наступает, все время оставаясь будущим. Я описываю нормальное состояние человека. Страдание, так Будда назвал его, переполненность болью, непрекращающееся страдание, как в завуалированном виде, неудовлетворенность, раздражительность, так и в более острых проявлениях. Итак, первичная цель быть в настоящем целиком. Тотально быть в том, что вы делаете. Ценность настоящего момента не должна быть сведена до уровня промежуточного действия для достижения чего-то следующего. И это и есть первичная цель, фундаментальная основа вашей жизни. Часто вы будете забывать свою первичную цель. Но вы уже хотя бы знаете о ней, хотя в общем-то я не сказал ничего нового. Вы слушаете и соглашаетесь. О, да, это так очевидно. Вас не нужно убеждать. Конечно же, вы знаете об этом. Тогда почему же я так не живу? Вопрос, который не принято задавать. Неприживная практика пребывания в настоящем. Много раз, возможно, вы будете терять настоящее, терять видение своей первичной цели и возвращаться назад к различным дисфункциям, которые обычно называют нормальным поведением, нормальным образом жизни. ТВ-фильмы, DVD-видео. Все они рассказывают о нормальной дисфункции. Они основаны на ней. Конечно, периодически, так приятно порой это видеть, в них проскальзывают проблески душевного здоровья, опять переходящего в нездоровье нормального существования. Первичной цели нет дела до того, например, сколько вам лет. Вторичные же цели предназначены для того, чтобы означивать, что вы делаете, как так называемая индивидуальность. Для первичной цели неважно. Вам 95 лет. Осталось ли вам жить день или год? Первичная цель всегда в деле, даже если осталось жить минуту или секунду. Вы всегда можете реализовать свою первичную цель, входить в настоящее. Настоящее – это возникновение нового, лучше сказать безвременного. Оно рождается в вас, безвременное пространство сознания. Я могу пояснить это только с помощью указателей. Что здесь настоящее? Полагаю, проверяя, дышите вы или нет, вы на миг осознавали «Я в настоящем». Во время моего говорения два измерения имеют место – слова и настоящее. Настоящее неуловимо ни для слов, ни для думания. Оно бесформно. Вы не можете сказать «А, вот оно». Никогда не получится сделать настоящее объектом мышлении, поскольку настоящее вечный субъект. Настоящее есть вечное «Я есть». Настоящее В Евангелии Христос называет его «Царствие Небесное». Он также говорит, что «Царствие Небесное не может быть выражено знаками для восприятия. Нельзя объявить «Вот оно». Любые слова будут неадекватными. На него можно только указать. «Царствие Небесное – это сознание само в себе, до того, как оно обретает форму. Мысль, эмоция, ощущение. Оно безмолвие, находящееся за мышлением. Оно всегда там, поскольку оно безвременно. Задуманья всегда в фоне обширного пространства сознания. Когда ум на короткое время отходит в сторону, вы воспринимаете сознание как пространство между мыслями, в котором вы все воспринимаете, но не думаете. В этом пространстве вы смотрите на стакан воды и видите его, не называя. Вы чувствуете жизненность в нем, поскольку чувствуете свою собственную жизненность. Ваше жизненность и жизненность стакана воды одна и та же жизненность. Исчезло чувство разделенности, неизбежный атрибут уловленности в постоянное навешивание ярлыков. Вот стакан воды, а вот я, меня зовут так-то, моя биография такая-то. Вы смотрите на цветок. Вы никак его не называете. Нет нужды называть его никак, чтобы подлинно воспринимать. Требуется лишь тишина ума, смотрение сквозь тишину, а не через ментальный шум. Тишина не персона, за которую вы себя принимаете и которая смотрит на цветок. Неожиданно вы понимаете, что и цветок, и вас пронизывает одна и та же тишина. Так происходит познание. Все, на что вы смотрите, пронизано тем же не имеющим формы ничем. Ум не понимает, ни один ученый не может обнаружить его, он даже не начинает поиск. Таков новый способ бытийствовать в мире. Вы больше не базирующиеся на времени существо, не так называемая персона, поддерживающая свое существование за счет мыслепорождающей активности ума. Я не должен переставать думать, я не буду знать, кто я есть, если перестану рассказывать себе историю про себя. Я рассказываю ее и другим, чтобы получать подпитку, подтверждение, что история про меня реальность. Если я остановлю внутренний разговор, исчезнет моя идентификация и кто я тогда? Нет, продолжай говорить. Что ты думаешь о том, что сейчас перед тобой? Я думаю, что с одной стороны это, но с другой стороны. Или на прошлой неделе я читал книгу, в которой утверждается совсем противоположное тому, о чем вы говорите. Или он сказал, что времени не существует, а я не согласен. Или так, какая дрянь вся эта Америка. Все помечается своим ярлыком в тот же самый момент, как появляется. Маленький ум все комментирует, немедленно выносит предварительное суждение обо всем, что встречается на пути. Все, что мы говорим, так или иначе, связано с нашей историей. Как этот человек согласуется или не согласуется с ней? Или как он может сделать мою историю более интересной? Или не угрожает ли он ее существованию? Про последних мы говорим, он мне не нравится. В таких условиях вы, конечно, не встречаетесь с другим человеком. Вы встречаетесь со своими мыслительными конструкциями. А думаете, что встречаете другого? В таком состоянии многие выходят замуж или женятся. Но они еще не встретились на самом деле. Очень скоро наступает разочарование, поскольку обнаруживается, что другой совсем не вписывается в вашу историю о нем, в то, каким вы думали он есть, и вместо того, чтобы обогатить ваше представление о вас самих, начинает угрожать разрушением этого образа. Наступает время искать адвоката по разводам. Ну ладно, здесь вышла ошибочка, поищем кого-нибудь другого. Предлагается иной образ жизни. Маленький человечек в голове не должен рулить вашей жизнью. Сам по себе он безобиден до тех пор, пока не начинает управлять вашей жизнью, поскольку он превращает ее в месиво. Его намерения без сомнения хорошие, но, как гласит поговорка, хорошими намерениями устла на дорогу в ад. Эго говорит, а что, мне нужно было защитить себя. Замечательное намерение. Оно всегда порождает разруху. Не только в жизни отдельного человека. Коллективное эго создает еще большее опустошение. Достаточно почитать истории. На днях я купил книгу, она мне показалась интересной, написана одним гарвардским профессором, очень хорошо написана, и бросилась в глаза, что это не столько книга о политических концепциях и их противостоянии, сколько рассказ о невероятном человеческом страдании на протяжении всего 20 века. Она называлась «Война мира». Невероятное страдание. Я уже много раз говорил о безумии мира, но я не предполагал, что степень безумия такова. Нет слов. И все это породило дисфункции ума. В личной жизни она может выглядеть относительно безвредной, но это она порождает неудовлетворенность, конфликты, дискомфорт, а приятные эмоции от влюбленности в кого-нибудь так скоротечны. Если не произойдет сдвиг в человеческом сознании и безумие будет продолжаться, через сотню лет планета вряд ли выживет. Но коллективных изменений не произойдет, если не будет перемен в каждом индивидууме. Коллектив состоит из индивидуумов. Вот почему мы здесь. Мы смотрим, наблюдаем за безумием, как оно функционирует. И таков первый шаг к освобождению. Ибо кто такой в вас, который способен видеть истину происходящего? Кто или что в вас распознает безумие как безумие, сумасшествие как сумасшествие? Кто или что в вас смотрит и видит ваш ум, продолжающий болтать свой монолог, как он большую часть времени недоволен, поскольку негативные мысли значительно превалируют над позитивными. Можно воскликнуть «Какой чудесный цветок!» Но вы недолго думаете о его красоте. Тут же приходят негативные мысли и часами занимает ваш ум. Мысли о цветке мимолетно эфемерно. Куда важнее вдумать, что он или она сказали вам вчера и что вы собираетесь ответить им завтра. Осознанность – состояние, из которого вы можете наблюдать за деятельностью ума. Переход от существа, укурененного в мыслях, к укурененному в сознании. Хотел было сказать «существу», но это нечто большее. вы осознаете, кто вы есть. Здесь мысли бесполезны. Оно обширнее и глубже. Вы касаетесь его в промежутках между мыслями и никогда не сможете определить его посредством мысли. Поэтому в некоторых практиках медитации используется вопрос «Кто я есть?» Микромантра – небольшой указатель «Кто я есть?» используется не как мысль, а как слова-указатель. Это действительно работает, если вы достаточно пробуждены вниманием и при этом не пытаетесь сами дать ответ на вопрос. Какой бы ответ вы не нашли после вопрошения «Кто я есть?» вы не есть это «Кто я есть?» Ответ «Пространство пробужденного». Ответ «Пространство пробужденного, безмолвного присутствия в настоящем» после того, как вопрос задан. «Кто я?» «Я не знаю». Невозможно ухватить ответ. Здесь квинтэнсенция идентификации. Каждый чувствует в главине себя что-то бесценное. Я есть нечто бесценное. Именно это чувство самоценности люди не хотят утрачивать. Даже те, чья жизнь относительно неприятна, тоже не хотят утрачивать чувство «я». Это чувство обычно смешивается с историей в голове «я есть то-то и то-то». То, чем мы занимаемся здесь, это попытка воспринять бытие, чувство «я», само сознание вне идентификации с мыслительной формой. Сознание было сновидением форм. Нормальное состояние человека подобно пребыванию в сновидении. Вы обнаруживаете в себе проблеск, что означает «вы в настоящем». У многих более чем проблеск. Затем вы опять скатываетесь в думание. Но оно уже качественно иное. Вы видите в себе самом два измерения. Многие шатаются вперед-назад. Только что вы были в настоящем, затем что-то происходит вовне, и вы снова в своих мыслях. Что-то происходит, и вы замечаете, что опять вернуты в страдания. «О, я забыл первичную цель своей жизни, которой есть быть в сейчас». Спустя некоторое время, после того, как вы снова вернулись в настоящее, воздыхаете. «Слава Богу, я думал, что у меня куча проблем, а в действительности их нет». И это удивительное понимание. Сейчас нет проблем. Но старая машина в голове принимается за свою работу. Что значит нет проблем? Было бы лучше подумать о проблемах. Ты не решишь своих проблем просто сиди здесь. Удивительное понимание, что настоящее это единственное реально существующее и что в нем нет проблем. Пребывая в настоящем, вы покидаете мир проблем. Вызовы жизни по-прежнему возникают, но они приходят из пространства настоящего. Проблемы нет, так как вы тут же предпринимаете соответствующие действия. Вызов, ситуация, вы смотрите, вы здесь, вы не захвачены мыслями, вы тут же реагируете на вызов, на так называемую проблему. Ситуация может прийти в образе человека, трудного человека, мир полнится ими. Нечто происходит. Клик, так не должно быть, говорит он, но так есть, и вы смотрите на то, что есть. Вы применяете это состояние сознания к происходящему, простое непосредственное внимание к ситуации или человеку. Он может подойти и начать выступать. Никогда не забуду, как 10 лет назад вы мне сделали то-то и то-то, а 3 года назад вы сказали то-то и то-то, и с тех пор я ни о чем другом не могу думать. А вы просто смотрите. Я имею в виду расширенное понимание слова «смотрите» не только глазами. Речь идет о внимании, о пространстве восприятия. Вы предоставляете ситуации или этому человеку пространство сознания. Оно не агрессивно, хотя активно встречает ситуацию. Вы смотрите. Пространство смотрит. пробужденное настоящее. Затем вы замечаете, что все, что нужно делать, начинает само входить в происходящее как гармоничное органичное действие. Неавтоматическая силовая реакция. Силовая реакция это поведение того человека, который подошел к вам и стал кричать «А ты помнишь, что ты сделал мне когда-то». Такое считается нормой. Но на ее место приходит не отреагирование. Конечно, если другой человек очень захочет задеть вам, вам придется как-то отвечать. Никто не может предсказать, что проступит из настоящего. Нет никаких правил. Нельзя сказать, что правильно, когда к вам приближается раздраженный человек. Бежать или позволить себя ударить. Нет четкого правила. спонтанные действия возникают из настоящего, его разумность входит в ситуацию. И она более могущественна, чем разумность думания. Вы встречаете вызов или другого человека в этом состоянии настоящего, того же самого, в котором вы смотрели на цветок. С цветком проще, он не представляет собой вызов. Виртуальным образом он приглашает быть в настоящем. Цветок как бы говорит «Пожалуйста, я здесь, посмотри на меня». При осознанном восприятии цветок в пределе неотделим от того, кто вы есть. Цветок узнает о себе посредством вашего восприятия. Цветок невинен, он даже не знает о своей красоте. Но единое сознание, из которого вышел и этот цветок и ваше тело, в этом едином сознании цветок неожиданно узнает о своей красоте. Это происходит, когда вы погружаетесь в природу в состоянии присутствия в настоящем и не навешиваете ярлыков на то, что вы воспринимаете. Вы осознаете нечто таинственное, цветок это тайна, дерево, трава. Но вы не говорите себе, что это тайна, хотя спорадические мысли и могут возникать. Вы непосредственно переживаете приобщенность к тайне леса, пустыне, неба. Назови цивилизации человечество имело связь с таинством универсума. Затем стало развиваться мышление с его концептуализациями, и все вокруг начало становиться все более и более мертвым. Жизненность, таинственность окружающего, включая вас самих, утрачивалась. Если и не терялась совсем, то покрывалась наслоениями. Ее больше не видно. Мы подошли к этому состоянию как вид. Мы населяем живой мир, но плотная вуаль ума отгораживает вас от универсума. И сейчас она в вас растворяется. Освобождение. Возникает новое сознание. Оно набирает сил. Внешне оно не производит впечатления. Оно шествует без трупов и барабанов. Очень тихо. В этом безмолвии невероятная сила. Сила самой жизни, разумности самого бытия. Эта мощь ничем не обусловленная разумность. Скорее пространство, чем форма. Внутренняя тишина между мыслями. не имеющие формы измерения. Само сознание. Вы начинаете жить отсюда вместо привычного из мира форм. Вы по-прежнему обладаете формой, о которой периодически приходится думать. Это нормально. Но мышление наполняется энергией. Ум замечательный инструмент, когда мысли перестают быть навязчивым ментальным шумом. Бесполезным, тяжелым, обременительным. Чем дольше вы имеете дело с пространством, с пробужденной тишиной, тем процесс привычного обусловленного мышления все больше истаивает подобное сживанию кармы. Карма бытия тотально обусловленное бессознательное существование. Вы наследуете ее, вы ложно принимаете ее за то, кто вы есть. Она заставляет вас воспроизводить себя снова и снова, заставляет думать снова и снова. Этот процесс подходит к концу. Ум может остаться как полезный инструмент в практической сфере, как слуга творческого созидания, которое не обусловлено. Ум передает ему ту или иную форму. Это замечательно. Рождаются оригинальные мысли или новые вещи входят в мир, но не через борьбу, не через стресс, не через негативность. Это после десяти лет борьбы, стресса и негативности вы, наконец, миллионер. Вы сделали это. Но по-прежнему ваша жизнь также бессмысленна. Вы были несчастны предыдущие десять лет, и вы продолжаете быть несчастны теперь. Достижение статуса миллионера многих людей делает несчастными. И это называется успех. Теперь я знаю, кто я есть. Нет, не таким путем приходит это знание. И не таким, когда следует за непрекращающейся нуждой эго, который все время чувствует себя несостоявшимся, ему всегда чего-то недостает. Пожалуй, для полноты самоощущения мне нужен дом побольше. Посредством большого дома я сама реализуюсь, я смогу идентифицировать себя с ним. Эго, конечно, ничего подобного не артикулирует, после многолетней напряженной борьбы и стресса, после искусственных маневров, вы, наконец, получаете дом побольше и какое-то время чувствуете, да, я знаю, кто я есть. но спустя несколько недель или месяцев, сидя в большом доме, вы снова начинаете задумываться. Хм, чего-то не хватает, какая-то пустота, одного дома мало, мне нужно, окей, поищу-ка я себе жену, для показа гостям, да и так, по хозяйству. постоянное достигание чего-нибудь, мне не нужно это, мне нужно то. Вы живете в этой поверхностной реальности, вам нравится мир форм, то, что есть, да, при условии, что вы не ожидаете от мира форм ничего такого, что он не может дать. Можно получать удовольствие от вещей и не исходя из постоянной нажды эго, которое постоянно твердит, мне нужно то, чтобы быть счастливым, но мир форм не может сделать вас счастливым. Мне нужно то, но я никак не получаю чувство самореализации и успеха. Так люди выражают свое желание быть собой. На самом деле они безотчетно хотят чувства жизненности, хотят быть собой посредством того или другого, но не понимают, что ничто не может дать этого вам, поскольку вы уже это имеете. Более того, вы не только это имеете, но вы являетесь этим, являетесь тем, что ищете. Но вы не знаете этого, поскольку все время ищете что-то другое. Узнать этого можете в настоящем, встраивая себя в настоящее и в его сил. Она здесь, внутри вас. Пространство пустоты, не имеющее формы сознания, безмолвие, тишина, не суть важна название. Это мощь и это есть я, очищенное от всех то или другое. Чистое переживание себя как бытие, как сама жизнь. Я есть сама жизнь, а не у меня есть жизнь. Люди считают, что имеют жизнь. Иногда они говорят «нет у меня жизни», но подразумевают при этом что-то другое. Есть два способа сказать «у меня нет жизни». Первый заблуждение. Говоря «у меня нет жизни», на самом деле вы подразумеваете, что вас не устраивает история вашей жизни. Неважно чем я занят, я не могу получить удовлетворение. Другое значение «у меня нет жизни», когда вы осознаете, что вы и жизнь не двое, а одно. Нет никакого «я» и жизнь. Вы не можете потерять вашу жизнь. Это невозможно, поскольку подразумевало бы, что есть «я» и жизнь. Я потеряю ее, и что останется? Я. Таким образом, у меня нет жизни означает, что в жизни я не двое. Я есть жизнь, единая жизнь. Я временное проявление единой жизни в этой форме. Цветок тоже временное проявление единой жизни, единого сознания, единого духа. я не часто использую последнее определение, поскольку у него сложные истории. Единая жизнь, временно являющая себя в этих формах. Единое я. Единое, из которого все появляется и куда затем все возвращается. Единое я, которое сидит сейчас в зале и там и там, внешне имеющая различную форму. Конечно, у меня нет жизни, ибо я есть жизнь, я есть универсум, испытывающий себя временной как формы, как истории жизни, как миг в бытии универсума. Каждая индивидуальная жизнь – крохотный миг, в который умещается вся индивидуальная история. С позиции универсума все, что так беспокоит нас, не более, чем миг. Секундный кадр, вспышка. Миллиарды вспышек тут и там. Универсум познает самого себя в формах. Он хочет этого. Он хочет пережить себя в миллиардах форм. Один великий эксперимент. И вы одна из клеточек этой тотальности. Он хочет познать себя не только как внешние движения, но также кто или что он есть за границами форм. Вот внешние движения. Сознание становится тем, тем и тем в миллиардах других форм. Сознание хочет потерять себя в миллиардах форм, страдать и узнать себя как сущность безвременная, не имеющая формы, как неограниченный ничем покой. Вот почему мы здесь. Мы собрались не ради внешних движений форм, поскольку они уже длятся миллионы миллиона лет. Универсуму нравится это, он в сновидении форм. Сознание в сновидении форм. И неожиданно появляются формы, которые сидят здесь и слушают слова, и это сновидение форм. Вы уже не форма, вы думаете, что вы форма. Вы идентифицируете себя с мыслями, с недолговечным телом, с историей своей жизни, со своим «я» все так скоротечно. Интересно, кто я? Не это и не это. Кто я есть, не может быть определено как форма, как слово. Но вы можете узнать это непосредственно. Вы можете познать себя, как вневременный вечный субъект всех опытов и переживаний, не затрагиваемый никакими событиями. Вечный я есть, который пребывает за всеми своими манифестациями. Вы смотрите на эти манифестации и распознаете себя, едины. В каждой проявленности вы распознаете сущность того, кто вы есть. Цветок. Вы любите его, поскольку вы любите самого себя. Вы распознаете в нем себя, и при знании в другом себя есть любовь. Единое «я». Другой человек, его сущность, не его история, не то, что говорит о нем ум. Вы распознаете в нем бытие, не через слова, а через безмолвие, через тишину. В этот момент вы узнаете себя в другом. Исчезает чувство разделенности, которое возникает в результате излишней деятельности ума. И это любовь. Таким образом, любовь есть распознавание единства, узнавание себя. Происходит трансформация сна. На какое-то время он становится очень приятным, поскольку внутри снаформ, который продолжается в виде происходящего с нашим телом, внутри сновидения рождается что-то другое и начинает сиять. Вы познаете нечто, лежащее в глубине всех форм. Я есть. Мир форм утрачивает свою плотность, свою тяжесть. Вы переживаете мир или вашу жизнь совсем по-другому, так называемую вашу, поскольку она не ваша. Внутри свет в обоих значениях, отсутствие тяжести и как свет сознания, сияющий сквозь мир форм. Вы познаете его. Происходит трансформация мира, поскольку ваше сознание меняется. Происходит познание. Это отражается на окружающем универсуме, потому что действительно все едино, все есть универсум, который вы привыкли отражать доминирующим состоянием сознания. Когда вы пробуждаетесь к тому, кто вы есть за пределами форм, универсум, в котором вы продолжаете двигаться как форма сновидения, отражает ваше познание, что означает, он перестает угрожать вам уничтожением. Пока вы не знали себя и тотально идентифицировали себя с формой, физической или психологической, все другие формы по преимуществу несли угрозу вашему существованию. Такова история человечества, непрерывная борьба с другими, поскольку любое другое – угроза, индивидуальная и рекорективная. Возникает раздерение на «мы» и «они», концепция чуждого другого. Другой человек настолько другой, настолько чужой, что любое насилие допустимо над ним, поскольку вы не чувствуете в нем живого человека, вы концептуализируете его своим умом. Своей ментальной концептуализацией вы умертвляете его, лишаете жизненности. Так же, как и себя, вы лишаете жизненности той же самой концептуализацией. Так продолжается и продолжается, пока вы не замечаете, что мир трансформируется, становится более и более гармоничным. Вы перестаете ожидать от мира то, что он вам не может дать. Наступает покой, который есть узнавание сущности счастья. Я не очень люблю слово счастье, оно очень поверхностное, речь идет о вещах более глубоких. Вы перестаете требовать, чтобы люди или ситуации делали вас счастливыми. Уходит страх, что они сделают вас несчастными. Уходит страх и ожидания. Это хорошо. Вы напрямую начинаете переживать мир форм и наслаждаться им, включая других людей тоже, поскольку во взаимодействии с другими встречаете самого себя. Удивительно. Внешне они выглядят другими, другой формой. Я проявляюсь в таком разнообразии форм. Как красиво. Иногда я люблю посидеть в кафе за чашечкой кофе и просто наблюдать за людьми. Они входят, делают заказ, садятся вокруг. Смотрю и вижу самого себя. Внешне так много форм. Я не думаю о них. В конечном итоге все суждения иллюзорны. Мы составляем мнение о формах, а не о бытии за ними. Другие люди такие же пространства сознания, как и я. Я как бы смотрю на самого себя. Вот они пьют кофе или что-то другое. Прекрасно. Любое проявление бытия, неважно, как оно выглядит снаружи, прекрасно, когда вы соприкасаетесь с красотой бытия, жизненностью бытия, внутри самого себя. Вы смотрите сквозь форму и чувствуете красоту и жизненность в так называемом другом, который никакой не другой. Ваша жизнь безмерно улучшается, поскольку вы не создаете сумасшедший мир конфликтов с другими, ибо нет никакого другого. Другие начинают любить вас, поскольку посредством вас начинают познавать самих себя. Чей-то ум может вмешаться и сказать, «О, вы особый, вы исключительный». Ум может захотеть присоединить вас к себе. «Я хочу выйти замуж за вас». Но это ум. Люди начинают тянуться к вам, они чувствуют в вас признание их сущности, то прекрасное, что вы можете дать другому, который не другой. Встречая вас, они чувствуют, что их не судят. Они это чувствуют. Если только их ум не настолько плотен, что они уже не чувствуют больше ничего. Такое возможно, ну что ж. Люди любят общаться с малыми детьми, которые вот-вот начали говорить, поскольку те воспринимают их безо всякого суждения. Конечно, ребенок еще не достиг уровня мышления, и мы не собираемся возвращаться назад к стадии ребенка. Мы переходим за порог думания. Ребенок все еще в состоянии отсутствия суждений. Он смотрит на вас, и вы неожиданно чувствуете нечто приятное внутри себя. Каждый может проделать этот эксперимент. посмотрите на ребенка и заметите свет в его глазах. Вы понимаете, что ребенок не судит вас. То же самое с собакой. Подбегая собака, машет хвостом. Как прекрасно. Никакого мнения о вас. Тут же вы начинаете ее любить за то, что она не осуждает вас. Невинное признание вас, поскольку собака переполнена любовью. Вы только посмотрели на нее, она уже виляет хвостом. Радость жизни невероятна. Человеческие существа, лета к 20 тысяч тому назад, до перехода в стадию мышления, также радовались бытию, каждой минуте, что они живы. Поэтому так раскрепощает общение с животными. Конечно, мы не собираемся идти назад. Уровень собаки хорош для собаки, но не для нас. Мы идем за, поднимаемся над думанием. И это и есть пребывать в настоящем. Внешне существует некое сходство между тем, когда мы еще не достигли стадии думания и когда мы перешагнули через нее. Те, кто еще не дошел до этой стадии, более связано с единым и поддерживаем им, чем человек думающий. В мифологии есть знаменитый персонаж дурак. Он, полагаясь на универсум, легко справляется с задачками, которым человек разумный даже не знает, как подступиться. Универсум как бы использует простака для разрешения важных задач, поскольку того есть связь с тотальностью. Универсум помогает, поддерживает его. У героя сказки нет эго, нет притязания, я сделал это, я достиг. Дурак еще не вышел на уровень эго. Обычный человек, полный эго, полный умом, полный я и тому подобного, блокирован от сознания универсума, ему трудно использовать его. И вот мы переходим за рубеж мысли, мы снова чувствуем связь с универсумом, и он снова поддерживает вас. Это становится вашим жизненным опытом. Жизнь больше не против, а за вас. Мысли появляются, но вы не знаете, зачем они вам теперь. Вот что удивительно. Мысль отражает движение, но вы теперь непосредственно следуете за движение. Я уже собирался отойти от дела в прошлом году. Во всяком случае, я не намереваюсь учительствовать слишком долго. И вдруг универсум пришел ко мне в виде телефонного звонка. Алло, это Опра. Опра Уинфри, знаменитая в США телеведущая. В начале двухтысячных ею были организованы многочисленные телерадиоинтервью с участием Экфорта Толли. Я сказал себе, окей, видимо, еще не настало время для пенсии. Мы с изумлением наблюдаем за происходящим. Что происходит? Это сделал я? Конечно, не я. Я был открыт для происходящего. Так же, как и вы, открыты сейчас для сознания. Оно проходит через вас. Вот что хочет от вас жизнь, от которой вы неотделимы, и лишь условности языка разделяют вас и жизнь. Жизнь хочет проявления сознания в этом мире. Свет. В Новом Завете Христос говорит, вы есть свет мира, вы есть сознание, освещающее мир. Никакого я как такового. Это свобода, это пробуждение, это конец страданию и безумию. Это свершается прямо здесь, посредством этих форм вас. Существует ли что-либо большее, за что следует благодарить? Спасибо. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова